Поиск директ-коммандера. Теперь к директ-коммандеру. Тут вопрос, в первую очередь, какой директ-коммандер использовать. Я уже не знаю, на самом деле, что говорить, потому что что придумают в новом директ-коммандере, я не знаю, ребят. Я открою сейчас новый директ-коммандер, но в новом директ-коммандере, например, нельзя разделять... Во всяком случае, я не нашел. Извините, если я тупой. Совсем тупой. Но я не нашел, например, как разделять... например, в группе есть там, не знаю, так, ну да, вы видите, если в группе есть больше 200 слов, как на две группы разделить, я, например, не знаю, потому что обычно была кнопка, а тут кнопок, собственно, ее просто тупо нет. Вот. Ну, вы не смотрите, что он в таком варианте, потому что я просто вид поменял. Но от этого проще не становится. Наверное, я тупой, и, наверное, я просто не нашел, потому что я им просто не пользуюсь. Когда надо работать, я все равно беру и старый Директ Коммандер открываю. О, 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 о. Не палим, не палим. Что там откроется? Какая компания откроется? Не палим. Не палим, говорю, не палим. Сейчас, господа, секундочку. Секундочку. Сейчас. Я просто знаю, что откроется сейчас какая-нибудь чужая рекламная компания. Пусть будет моя. Вот. Да, на самом деле, тоже непонятки. По какой говорить? Про старый Директ Коммандер или про новый? Вот, например, я всегда пользовался, да. Не знаю, на самом деле. Потому что до AdWords, как бы AdWords Эдитор охрененный. Директ Коммандер старый. Ну, что-то хочешь, ну, хоть чуть-чуть. Эту я вообще никак назвать не могу. Мне в комментариях на Ютюбе написали, Костя, почему ты, типа, говнишь на Директ Коммандер, еще когда он только вышел. Вот эта штука вышла. Эту вышло. Но я не знаю, как обозвать людей, которые это делали. Другими словами. Ладно, в старом Директ Коммандере будем. В старом Директ Коммандере мы загружаем через импорт компании из буфера обмена. А давайте, может, картинками еще делать как-то. Ну, я просто не знаю. Может, будет даже круче. Вот так. У меня просто почему-то появилась гениальная идея на что-то делать ссылки. У нас же есть там ссылки, да? Есть. Так. О. Так. Not bad. Что такое? А, я копировать вставил. Сейчас ссылочку надо вставить. Ссылочку. Ссылочку. Так. Импорт компании из буфера обмена. А, ну тогда получится слишком тяжело и сложно. Наверное. Не знаю. Импорт компании из буфера обмена. Мы пока самое простое пишем. Естественно, какие-нибудь параметры по-любому есть еще. И что-нибудь по-другому появится. Ну, я через буфер обмена, например, делаю. В новом буфер обмен... Ну, я не знаю, что сказать на эту. На эту. Так. Ладно. Добавляем. Значит, добавили. Окей. У нас есть группы. В группах есть ошибки. Убираем. Я не знаю, как это тоже... Этот значок. Вот такой минус. Стоп. Да. Ошибки. Из рекламной кампании. Это один из пунктов просто общих. Потому что первое, что необходимо проставить, это по-любому будут жаловаться на цены. Проставляем любые цены на все ключи. Это 100% будет ошибка. Дальше у нас будет ошибка. Возможны ошибки по длине. Заголовка. Быстрых ссылок. Ну, текста не знаю. Текст такое. Опять же, возможно. Да. Дальше. У нас будет по-любому какая-нибудь возможная ошибка. Приводим в порядок объявления. Ну, если это необходимо, опять же. И следующим этапом мы еще дробим, если это необходимо. Опять же, пишем, если необходимо. Дробим группы с 200 плюс ключей на 2 и более. Ну, это чаще всего, когда вы в Россия загружаете. Такая история есть. Ну, кстати, и в поиске такое бывает. Все-таки давайте будем честными. Когда у вас там 500 ключей на одну группу приходит, вы просто дробите на 5, ну, там, на сколько получается, на 3 группы и все. Уточнение нельзя в новом Директ Коммандере редактировать. Знаете, в новом Директ Коммандере есть положительные стороны. Я честно признаюсь, потому что в новом, например, Директ Коммандере... Да нет, понимаете, они сняли бету, сказали, типа, мы выходим из беты. Но при этом они забыли завести большую часть функционала из старого. Но я не знаю, что сказать, ребят, на это. Я должен как-то, знаете, вот... Я еще в апреле с ними разговаривал на эту тему. И я повторюсь, у меня есть на Ютюбе видос, где я говорил. Кто-то, кстати, смеялся над этим. Вот плюс в чат, кто смеялся над тем, когда я говорил в апреле, что они уберут Директ Коммандер и скажут, что... Ну, они мне сказали прямо лично. Тетенька одна, довольно там такой очень важный человек, так сказать. Она сказала сразу, говорит, зачем Директ Коммандер нужен? Мы будем делать новый Директ с новым интерфейсом в угоду того, что Директ Коммандер не нужен будет вовсе. Вот и все. Поэтому новый Директ Коммандер, я как понимаю, они делают просто для отписки, чтобы потом сказать, ну, извините, он говно, поэтому пользуйтесь интерфейсом. Вот что будет. Объявление и фразы в разных окнах очень удобно. Это очень удобно вот здесь. Вот здесь это очень удобно. Вот кто этим пользовался хоть раз в жизни вот этой штукой, я думаю, вы сами догадаетесь, что это крутая вещь. Вы знаете это даже. Потому что здесь удобно объявления, ключи редактировать. Все можно редактировать. Все, что здесь можно редактировать, это ничего. Я просто не могу даже сказать что-то. Ладно. Идем дальше. Дальше что у нас? Это РСЯшка. Ну, у нас, если это поисковая, да, компания, во-первых, нам надо добавить визитку на все объявления. Добавить уточнение на все объявления. Я думаю, вы эти пункты знаете тоже прекрасно, лучше меня даже. Так, дальше, дальше, дальше. После того, как мы добавили уточнение. Ну, вообще, конечно, по-хорошему надо ставки проставить, но сейчас мы не можем проставить, потому что компания находится в черновиках. Проставить ставки каким-то образом чудесным не получится. Значит, мы идем в параметры рекламных кампаний. Да, значит, у нас пишем параметры. Ну, ладно, пока ничего не буду писать. Просто параметры РК. Значит, что у нас здесь есть? Название. Первое, самое тупое, это название, которое мы прописываем. Там поиск, там слэш, что-то еще, регион, если нужно, что-то еще, какие-то параметры. То есть, прописываем. После того, как название прописали, мы... Ну, расширенный географический таргетинг кто-то трогает, кто-то не трогает. Если мы используем набор минус городов, то расширенный географический таргетинг оставить можно, он даже будет лучше работать. Поэтому идем просто по геотаргетингу. Геотаргет. Дальше, дальше, дальше. После геотаргета. Временной. Тут тоже вопрос, на самом деле, потому что временной таргет мы просто устанавливаем, а чаще всего изначально наобум, по причине того, что мы не знаем, когда это лучше работает, не работает. У кого-то колл-центр просто выключен, еще что-то. Дальше, единый набор минус фраз. Из KCDB. Я думаю, все знают, что такое KCDB. Может, картинками вставите? Ну, ладно, не буду. Стратегии показа. Если у нас поиск, то у нас только на поиске, логично. Кстати, уже давно тестирую и то, и другое одновременно, вместе в одной. Ну, то есть, и поиск, и раз я одновременно не сказал бы, что это прям плохо работает. Но есть минусы большие, к сожалению, в объединенных компаниях. Поэтому, увы, в Директе такие вещи нельзя делать. Ну, понятное дело, и в AdWords нежелательно, потому что в AdWords вообще такие вещи непростительные. Так, стратегия показов есть. Там что у нас еще? Ну, естественно, дневной бюджет. Тот, кто не ставит дневной бюджет, тот смешной. Хотя бы 300-500 рублей. Изначально ставьте минимальный бюджет, чтобы, не дай бог, вы не выключили рекламную кампанию. Это все не съелось, там, не знаю, ночью или что-то еще. Дополнительные счетчики-метрики. У меня это отдельный пункт, он тоже очень нужен. Все вроде из основного. Корректировки мы не трогаем. Кто корректировки, опять же, на первых этапах трогает, тот не особо одаренный человек, так назову его. Что еще мы забыли? Мы сделать, забыли, переминусовку. Но это отдельный, да, у нас пункт параметра рекламных кампаний. Вот так должно быть. Это должно быть 8, 9 и понеслось. Переминусовка, которая нам по-любому понадобится. Что в объявлениях я мог забыть? Ну, отправить на модерацию логично. Давайте отправим на модерацию пока. Отправить, ой, отправить на модерацию. Ну, логично. Опять же, что это надо сделать? 15, 16. Говорят, что поддержка старого диреком... Да, блин, еще один привет, Саш. Да, да, да. Я в курсе, спасибо. Удиви меня еще чем-нибудь. По поводу нового интенсива по гуглу, там много нововведений. Ну, вот на самом деле, тот, который пока есть, интенсив вот этого года, начало этого года, он максимально актуальный. Да, там поменялось кое-что в интерфейсе, но не принципиально. Пока не буду интенсив проводить, пока они не доделают все моменты. Типа третий заголовок, ребят, ну, камон, это все такие детские сады. Что вы текст не можете сами дописать в третий заголовок, или второй текст описания добавить. Остальные вещи пока не плюс-минус, на самом деле. Скорее, вот должен, по сути, подъехать новый интерфейс Директа. Вообще, они божились к октябрю, к ноябрю. Но я сомневаюсь, что он в ноябре появится. Я надеюсь, все видели. Эту... Где оно там? Эту, вот эту, вот эту. Эту, давай, давай. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну-ка. Раз, два, три. Нормально, не слышно. Все. У меня даже, у меня даже комп, на самом деле, интернет отвалился просто по причине того, что... По SEO, нет, SEO у нас будет еще. SEO мы в этом, на этой неделе, к сожалению, не смог просто. Я все сделал, как бы, ДЗ свое сделал еще в понедельник, но мы просто не смогли по времени сойтись. Я не знаю, ребят, но тут, как бы, попытка сделать эти дворцы, это, конечно, супер смешная, но я даже не знаю, как бы, как-то объяснить. Что-то очень круто сделали, но пока это все очень смешно. Реально. Пока это все выглядит супер смешно. Ладно. Мы пока не об этом. Мы к старому даже вернемся. Я надеюсь, что они хотя бы в более-менее нормальном состоянии выкатят новый интерфейс. Я очень надеюсь. А там дальше посмотрим. Так. Ладно. Отправили на модерацию. В интерфейсе и там подобное. Вообще желательно проверить. Ну, давайте мы будем в модерацию. Модерация, наверное, просто у нас отдельным пунктом будет перед интерфейсом. Я думаю, так будет правильно. Так. Отправить на модерацию. Отправили.